Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Мы вновь рады приветствовать вас на информационном канале Инстафорекс ТВ. Вы смотрите экономические новости в студии Тахмина Соломова. Напряженные отношения между США и Турцией сегодня в центре внимания участников рынка, поскольку это новая страна, попавшая под горячую руку протекциониста Дональда Трампа. Стоит отметить, что этот фактор положительно сказался на нефтяном рынке. График цены североморские талоны толкнулся от минимальной отметки 71,50 доллара за баррель и прибавил более 1%. Сегодня котировки нефти марки Brent прибывают чуть ниже отметки 73 доллара за баррель. Эксперты отмечают, что растущая напряженность в торговых отношениях США с другими странами не позволяет котировке на черное золото вернуться к прежним уровням. Сланцевая нефть сегодня также пребывает под давлением, торгуясь вблизи отметки 67,40 доллара за баррель. Стоит отметить, что поддержку рынку по-прежнему оказывают ожидания антииранских санкций, поскольку данные от Baker Hughes в пятницу могли способствовать стремительному снижению цен на сырье. Согласно официальному отчету, за неделю число действующих нефтяных установок на территории Соединенных Штатов выросло на 10 единиц до 869, что оказалось самым высоким уровнем за последние три года. Несмотря на частичное восстановление позиций нефтяных котировок, валюты сырьевого блока остаются под давлением американской валюты. График торгового инструмента доллар США-рубль находится вблизи уровня 68,00. Несмотря на предстоящие публикации 100 данных России по рынку труда и объему промышленного производства, валютные стратеги прогнозируют рост пары доллар США-рубль к отметке 70,00, поскольку санкции от США не обошли стороной и Российскую Федерацию.